Здравствуйте, меня зовут Элина Шагенова, вы смотрите интервью на 21. Сегодняшний наш гость с легкостью находит общий язык с молодежью. Его работа много лет связана именно с этой социальной группой. Сейчас он не только помогает раскрыть потенциал молодых людей, но и решает проблемы остальных мурманчан. Леонид Мостовой, директор Дома молодежи и депутат Совета депутатов Мурманска. Леонид Леонидович, мы, наверное, в Вашем втором доме, в Доме молодежи. Какие сейчас основные направления работы, чем сейчас занимается учреждение? Ну, если мы говорим про настоящее время, то практически ничем, потому что действуют ограничения на проведение различных мероприятий. А если мы говорим в целом о деятельности учреждения, то учреждение было создано в 2015 году, и первый проект, который, если так можно сказать, получил прописку в учреждении, в Роскорнями активно развивается, это проект КВН. Это мероприятие, которое мы поддерживаем, мероприятие, которое проводит Мурманская региональная лига КВН. И, наверное, это один из стержневых тех проектов, которым занимается Дом молодежи в последние годы. И если уж на то пошло, то, наверное, если говорить о КВН, то, наверное, это один из тех проектов, которым можно, нужно рассказывать. Это проект, в котором мурманская молодежь добилась, и будем очень надеяться, что будет добиваться очень серьезных результатов, потому что все-таки на протяжении практически трех лет подряд мурманские команды были в высшей лиге КВН и представлены, если мы говорим про этот год, то не команды представлены, а игроки представлены, приглашены играть в одну из команд высшей лиги КВН. Насколько я знаю, в этом году КВН-движение в Мурманске особенно начало развиваться, особенно стремительно, скажем так. В этом году к развитию КВН-движения подключились муниципальные образования Мурманской области, благодаря поддержке Комитета молодежной политики Мурманской области, который оказывал финансовую и организационную поддержку. А КВН развивался, развивается и будет развиваться, поэтому для нас, в принципе, КВН – это в определенной степени индикатор молодежной политики, будь то на предприятии, в учебном заведении или на территории города или района. Потому что для игр КВН нужна группа ребят, которые умеют сочинять, которые умеют вокруг себя объединять людей, которые умеют петь, танцевать, снимать, которые могут сделать музыкальные подложки, и волонтеры, которые помогут все это сделать, сменить образы и так далее. Соответственно, если команда КВН есть, то, возможно, все-таки с молодежной политикой не все так плохо. Поэтому в КВН в Мурманске и в Мурманской области сейчас стали играть активно. У нас, кроме региональной лиги, есть молодежная лига, которая объединяет, прежде всего, ребят, которые учатся в различных учебных заведениях. И молодежная лига – это, наверное, лига первой сцены, первого опыта. А вот региональная лига – это, ну, там у нас тоже сейчас есть в этом году команды, которые первый раз пробуют. Есть чудесная команда, к нам приехала из города Заозерска. Есть шикарные ребята из Манчегорска. Да, в целом можно рассказывать о всех командах очень много и долго. А как вообще помогают развитию общественных молодежных объединений? Значит, если мы говорим про… Ну, то есть давайте начнем с того, что Дом молодежи – это учреждение, которое создавалось как площадка для творческой самореализации молодых ребят. И если у вас, у ваших друзей или просто у знакомых есть какая-то идея с организацией или проведением того или иного мероприятия, милости просим в Дом молодежи, мы с удовольствием окажем помощь и поддержку. Просто можно вспомнить, что второй проект, который тоже получил такую серьезную прописку, и мы сейчас достаточно активно им занимаемся, это игры «Снежки по правилам Микигаса». С моей точки зрения, это проект, который может и должен стать визитной карточкой Мурманска и Мурманской области, потому что в хоккей играют во многих территориях. Лыжи, лыжи, сноуборд – этим уже не удивишь. А вот играть «Снежки по правилам» – это как раз изюминка, или же, повторюсь, визитная карточка Мурманска. У нас сформировалось достаточно сильное юки-движение, то есть ребята, которые ждут игр, которые активно к ним готовятся. И вот если бы не коронавирус, то в этом году мы бы проводили уже 15-е юбилейные игры. Но так как действуют ограничения, мы приняли решение перенести празднование или юбилейные эти игры на следующий год, потому что очень хотели бы пригласить наших партнеров, благодаря которым Юкигаса вообще появился в Мурманске. А если говорить о других проектах, то давайте просто вспомним проект, который тоже рядом с КВН. Это стендап-движение, это чудные, талантливые, очень эрудированные, интересные ребята, которые занимаются вот этим направлением творчества. И здесь надо опять же сказать, что мурманская молодежь имеет определенные результаты. Про танцевальные проекты, про проекты с постановками театральными говорить не буду. Они есть, они разные. Опять же, если есть желание что-то сделать, приходите, мы поможем. Что бы вы посоветовали молодым людям? Ой, вы знаете, это вопрос, который очень философски, на него можно отвечать очень и очень долго. Я бы, наверное, все-таки, а с другой стороны, не люблю советовать. Поэтому могу просто сказать, что надо не бояться, надо стараться добиваться успеха, ставить цели, надо стремиться к лучшему и все-таки творить, дерзать, пробовать, экспериментировать. И когда, если не в молодости, все-таки стремиться изменить эту жизнь к лучшему, потому что, вот, смотря на наших молодых ребят, ты прекрасно понимаешь, я прекрасно понимаю, все прекрасно понимают, что есть потенциал. И вот, наверное, от работы с молодежью ты сам тоже подзаряжаешься и понимаешь, что можно ждать, когда что-то поменяется, а можно потихоньку менять, каждый день. Быстрый блиц-опрос, пару вопросов. Какую книгу обязательно должен прочитать каждый человек? Я бы вот все-таки какую-то одну книгу не выделял, потому что кого-то будут вдохновлять поэты, кто-то будет читать классиков, кто-то будет читать современную прозу и поэзию. Поэтому, вот, знаете, здесь, опять же, хотелось бы, чтобы просто больше читали и разного. Чем вы гордитесь больше всего? Вот есть, может быть, какой-то, не знаю, факт из жизни, может быть, какие-то рабочие достижения, скажем так? Вы знаете, здесь, опять же, смотря за какой период, смотря за какой период, если мы говорим вот о небольшом экскурсии в историю, то, наверное, все-таки это то, что удалось собрать коллектив, который достаточно успешно работает. И вместе со своими коллегами мы реализуем совершенно разные проекты, которые, опять же, направлены на то, чтобы нашей молодежи, которая посещает учреждения, ожилось, работалось, творилось комфортнее. Если мы говорим о депутатской деятельности, то, наверное, опять же, прежде всего, это то, что в последние, наверное, вот 19-е, 20-е и сейчас вот 21-е годы наш микрорайон, микрорайон улицы Орликовой, достаточно серьезно меняется, он улучшается, он модернизируется. Здесь стали проводиться ремонты, которых не было длительное время. Давайте просто элементарно можем вспомнить. Я сам с этого микрорайона. Здесь прошло мое детство и юность и отрочество, поэтому для меня этот район является родным. У нас здесь длительное время находился недострой детского сада. И, вы знаете, люблю рассказывать эту историю, потому что, когда мы играли в снежки по правилам юкигаса на стадионе, к нам подошли молодые мамы, ко мне в том числе, сказали, что играть хорошо и занимать хорошо. Говорит, ну вот посмотрите, есть старый недострой, я недострою, там, по-моему, больше 25 лет. Говорит, не хотели бы выступить с какой-то инициативой, чтобы все-таки что-то сделать? Вы знаете, посидели, обсудили, чай попили. Говорю, ребята, а почему бы вот элементарно все-таки не обратиться с тем, чтобы решить хотя бы вопрос о сносе этого недостроя? Обратились в администрацию, провели переговоры, собрали подписи, но и удалось не только снести недострой, который вот мешал общему облику, но и удалось и договориться, и очень приятно, что администрация поддержала инициативу. Да и в целом, слава богу, вы видите, что инициатива молодежи поддерживается. И сейчас мы видим, уже строится, я очень хочется верить, что в скором времени достроится детский сад. У нас длительное время вокруг стадиона, на футбольного поле рядом со школой номер 50 не было заградительной сетки. И ребята, которые постоянно используют футбольное поле, когда играли, мяч попадал на проезжую часть. Вот совместными усилиями, и опять же, только здесь, давайте сразу оговорюсь, это не моя личная заслуга, это заслуга моего коллеги Игоря Николаевича Мораря, это заслуга коллег, которые работают, это заслуга, прежде всего, той же самой администрации города Мурманска, с которой выстроено тесное плодотворное сотрудничество. Совместная работа. Совместная работа. И таких примеров по микрорайону и вообще по избирательному округу можно приводить и говорить достаточно много. В общем, какая работа ведется сейчас в округе? Есть ли какие-то проблемы, скажем так, которые приходится решать? В округе всегда есть проблемы, есть вопросы, есть сложные ситуации, с которыми обращаются. Были вопросы по контейнерным площадкам. Сейчас все-таки в округе практически не осталось необорудованных современных контейнерных площадок. Были сложности с металлическими, как бы это банально ни звучало, мусорными баками, которые стояли открытыми, и мусор разлетался по микрорайону. В прошлом году, начиная там даже с 19-го года, контейнерные площадки, мусорные контейнерные баки, они заменены. Если мы просто вспомним, допустим, ту же самую зиму, то по зиме есть сложности с уборкой снега. Но вот приходится обращаться в управление Первомайского округа и к руководителям управляющей компанией. Ну, не всегда с управляющими компаниями все получается решить быстро, но получается. Кем вы восхищаетесь? Ником Вучичем. Вот восхищаюсь и понимаю, что, наверное, это тот пример, который должен вдохновлять всех и вся. Если мы говорим просто про человеческие качества, веру в себя, в желание жить, в желание, опять же, служить людям и верить в будущее. А так, давайте по-простому, восхищаюсь нашей молодежью, потому что, несмотря на то, что мы живем в достаточно суровом климате, много, опять же, повторюсь и буду повторяться, у нас много талантливых ребят, которые заслуживают к себе внимания, заслуживают оказания помощи и поддержки. Последний вопрос. Какой навык вы бы хотели освоить и почему? Какой навык? Если один, то... И, опять же, навык для чего? Вот, если уж на то пошло, и просто, чтобы все-таки в наш серьезный разговор как-то несколько добавить юмористическую ноту, мне бы хотелось, допустим, освоить дайвинг и получить права на управление мотоциклом. Почему? Мечтали об этом давно? Ну, вот хочется... Вы спросили, какой навык хотелось. Просто хочется. У меня есть большое количество друзей, которые увлекаются дайвингом, рассказывают о том, что у нас очень интересно погружаться, очень интересно, опять же, наблюдать за подводными жителями. А если мы говорим про мотоцикл, вот права на машину у меня есть. Почему бы... И машину я давно вожу. А почему бы не освоить вот мотоцикл? Многие молодые ребята сейчас ездят на байках. Почему бы, как говорится, не примкнуть к их рядам? А когда я их освою, вот тогда вот непосредственно и посмотрим. Отлично. Леонид Леонидович, спасибо, что встретились с нами за уделенное время, за интересные ответы. Спасибо. Приходите в Дом молодежи. Субтитры сделал DimaTorzok